Андрей, добрый вечер. О пользе ябрикосов Костик. Письмо на Тинко пять лет назад мне. Так, где письмо? Ну-ка, колитесь. Давайте мы его опубликуем. Даже если оно отрицательное, в данном случае, я же не знаю, как оно отрицательное или положительное в плане пользы Костич. Андрей, пожалуйста, пришлите письмо. Так, Виктор, Валерий Костич. А у вас будут Костички, Вишня, Жуковская, Геннадий Костич? Да, есть. А что? Это вот добра. Знаете, сколько еще там осталось? Ужас. Тимур, Северная Карелия. Кстати, для меня Карелия – это тихий ужас. Она всегда была, как бы, Богом забыта, что ли. Вот. Бога должны быть свои ангелы, архангелы, которые отвечают за садоводство. Они взяли и забыли про нее. Как прошелся там этот леник. Теперь принято считать, что там даже диких этих плодовых не найдете. Какой-то ужас в Северной Карелии. Вы в этом удивились. А дальше я читаю, я же не знаю, о чем писал. Здравствуйте. При этом весной. Ты с Северной Красной Мирвостока. На сельце ваших Костичек. Порос и палки. Ух ты, елки-палки. Тимур, да вы в Северную Карелию сейчас поднимать будете. Ну-ка я нажимаю. Ура. Так, куда я попал? А, вот, наверное, вот это. Тут как-то. А как повернуть? Сохранить. Я еще поворачивать не умею. А может вот так вот так? Давайте вот так посмотрим. Сейчас. За один сезон. Так, поздравляю, возвращаюсь. Так. Потом пришлите мне отдельно, ладно? Я вас прошу. Я тут не успеваю ничего. Надо сейчас взять, скопировать, там, перенести. Пришлите, а, Тимур? Вот. Похвастаюсь, что такое. Северной Росток. Что такое? У вас же результаты не хуже моих. То есть я имею в виду мощный рост. Это не шутки. Сеянцы моих Костичек. А из каких косточек? Дальше. Переросты почти два метра. Сувенир Востока. И у меня такие же. Да вы же будущий этот самый. Мичурин, пожалуйста, давайте дружить. Так, Андрей. Теперь Андрей про письмо Латинко упомянул. Сортан Демиков. Тысяча лет при море. Подошел в зоне маджурские. Хорда, линные, маджурские гибриды. Мать-ярачей, патриарх, хребет, мускальные хабаровки. Все формы наиболее насыщены лечебным лаэтрилом. Амигдалином В-17. Влетающим в раковые клетки. Витамин В-17. В лакте называют совершенным химиотерапевтическим агентом. Который выборочно действует на клетке. Притягивается к раковым клеткам, который содержается. Но я, в принципе, тоже это читал. Другое дело, есть еще реальная жизнь. Я бы очень хотел, чтобы все это было правдой. Но мы не можем полагаться ни на кого. Почему? Нам говорят так. Мякоть, как она называется, ядрышки маджурских абрикосов. Все, что он перечислил, это все расчетники маджурсов. Видите, там маджурские гибриды, патриархи и так далее. Они все родственники. И они действительно съедобные. Все, что перечислил Андрей. В данном случае даже не Андрей, а наш покойный царство ему небесное, Латинков Игорь Алексеевич. Но опять верить, не верить, польза или не польза. И правда ли, что этим корпорациям нужны деньги, они никогда не станут заниматься этими делами. А кто, кроме нас, пройдет эксперимент? Ну кто? Кто? Может, правда, все академики куплены им чихать? Может, поэтому учат убивать деревья? Прямо в прямом смысле учат убивать деревья? В самом прямом. Сколько я уже показывал? Вот тогда, получается, надо проверять самим, а кто из вас готов потратить 500 тысяч рублей, чтобы это? Я понимаю так. Есть люди мнительные. Они заболею ли я? Почему не это самое? 100, 200, 300 костик не прожевать и не разориться при этом? Такие же витамины. Ведь это же... В этой мякоти, ладно, витамин В18, или тут есть еще такое закалористое название другое. Но ведь это же кладезь такой витамина, ведь это будущее гигантское дерево, в нем такая мощь заложена. Да буквально каждый, кто меня слышит, будет через месяц человек 300-400, и плюс еще набегу там в другом канале, еще набежит 300-400, в Яндексе еще человек 100-200. Ну пусть тысяча. Да каждый, кто меня услышит из этой тысячи, уже должен думать, а почему? Ведь я же куплю не просто, ладно, у меня, может, никогда рака и не будет. Но ведь это бесценнейшее качество, именно что это зерно, именно что это будущее гигантское дерево, в нем самое ценное заложено, будущий мощнейший рост, здоровье дерева, значит и здоровье человека. И что будет после моего ДТП? А ничего не будет. То есть завтра, я потом специально все еще расскажу, был один заказ, там на столько-7-400, а может ни одного. Если два заказа, то это будет просто чудо. Хотя мы слышим тысячи человек и могут раздобыть бесценную вещь, вот это и есть бесценная вещь. Это то, чего на данный момент нет ни у кого больше, как кроме меня. Понимаете? Ну так сложилось. Я не виноват, так сложилось. Валерий, если вы когда-нибудь пробовали вырастить магазинные персики сливы и абрикосы, я не пробовал, и люди пробовали. Значит, я вам хотя бы так, как смогу подскажу. Я у меня было соблазн, но не хватило ни сил, ни времени. Знаете, я никогда не встречал огромных крупных абрикосов в этом самом супермаркетах. Никогда. Ну так сложилось, их никто за этим не гонится, вот за этим. А сливы встречал до 120, до 130 грамм. Гигантские вот такие вот. Может быть даже 140. И я каждый раз смотрел на них, господи, что мне осталось делать-то? Ну когда меня освободят от всей этой мелочевки, чтобы я занимался только чистым садоводством, чисто, чтобы я мог нанять людей, чтобы я мог взять, купить, чтобы у меня были деньги, чтобы я купил тысячу вот этих вот слив, вот этих, всю тысячу косточек посадил, а главное уже купить и дать им перезреть. И они проснутся. Но это для меня теория, я этого никогда не делал. И вот эту тысячу посадить, а потом они начнут расти. На следующий раз зайдет, допустим, 500. При всем моем умении, гарантии нет, что из тысячи тысячи, 500 пойдет в рост. Некоторые на второй год. Через год их будет 300. Еще через год будет 200. Еще через год они заплодоносят, и окажется, что вот этих вот там совсем всего несколько из этих там, ну, например, осталось 50. На нескольких вот такие. Но это уже мое, вот эти бы я, которые на нескольких, а начинал с тысячи, допустим. Если бы мне кто-то помогал, государство бы помогало, вот, как бы Минсельхоз, там, какой-нибудь, Пай вошел со мной, какой-нибудь госуниверситет, чтобы на мне делать диссертации, Нобелевские премии, своей помощью. Не жалко. И пусть бы осталось три вот с такими вот, из начальной тысячи. А эти можно куда-нибудь там отдать, продать, раздарить. Вот, вот с такими вот. Ну, с них взять черенки и уже привитые на это, вот как у него, вот тут вот где-то, вот где-то, вот где-то, человек привал, я еще спросил, на какие подводят, привать уже на супермаростойке сливы, на Китайке, да, и пройдет всего-то 7, 8, 9 лет, и вот такие вот будут по всей России, вот. А не чтобы привозить их. Вот, действительно, по абрикосам, мы впереди планеты все. Но после вам отстали безнадежно. Понимаете? А ведь это так просто. 5-6 лет на то, чтобы получить методом жесточайшей конкуренции, то есть мороз, 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 они же откуда? Средняя Азия. Ну, чтобы какие-то, как мы сегодня говорим, изначально у некоторых заложены морозостойкие качества. Почему? Дальше он не расшифровывает. Расшифровываю я. Многих из них позади ледниковый период. Хоть оно сейчас вот такой, а у него позади предки-то, которые пережили ледниковый период. Вот я разволновался, видите, как вы меня давили. Вот так вот. Другое дело, что это самое, никто мне этой бодливой крови врагов не дает, и все. Уже давно бы эту всю работу бы сделал. То, что я сделал, это уже, это самое, не имеет аналогов. Но ведь можно было гораздо больше сделать. Разволновался, извините. Так. Сейчас. Сейчас, 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 подождите. Я, куда он делся? А, магазинные персики, слива, абрикос. Я не до конца ответил. У меня давление подскочило. Значит, купили персики, их собирают с деревьев полузелеными, иначе вы не дожили до вашей покупки. Сливы и абрикосы. Храните их где-то так, обычной комнатной температуры. Скорее всего, балкон вложили. И пусть они начинают гнить. И вот, когда они капитально подгниют, вот тогда с них берите, чтобы они как бы дозревали. Вот тогда с ними работайте дальше. Самое легкое, вот сейчас держите за стулья. Самое легкое работает с персиками. Сливы и абрикосы возле, я только сейчас выше чуть говорил. А персики посадили в питомник. Если он взойдет, все-таки не забывайте, их собирают и берут с деревьев полузелеными, неспелыми. Если он взойдет, персик, в вашей теплице он дойдет до плодоношения. Вот я вам реально подсказал. Сэкономите, килограмм персиков купили и будете вот такие, морда у вас будет, когда вы будете есть вот такие персики. Я не шучу. Данила, всем привет. Сергей, самое время набирать песок на зубу. Да, да, да. И вот, Тимур, у вас червяки чем-то заряжены, заметьте, не заразны, а чем-то заряжены. Сенец из косточек, сенец из косточек, слива с арте, номер три. Ну, видимо, здесь не закончен разговор. Может быть, тут похвалят, что сенцы с теми мощные вышли. Ну, пока вот что вижу, то вижу. Может, он не закончил письмо, подождем. Вот что, потому что, вроде бы как, смысл он пока не уловил. А так, мы с вами заканчиваем разговор. Вот так вот. Интересно, что там за письма пришли. Есть и письма. Вот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!